Не надо осуждать и не надо считать это скандалом или какими-то там еще такими категориями называть, ну что ли, свободу депутатов обсуждать самые разные проблемы. Депутат должен чувствовать себя свободным и он вправе поставить в повестку дня какие-то вопросы, в том числе и о доверии к председателю городского совета. В то же время я убежден, что для Красноярска очень важна сейчас качественная работа как представительного, так и исполнительного органа власти. Вы видите, сколько проблем развития Красноярска. Красноярск растет, Красноярск готовится усилить очень важные направления своего развития. Красноярск готов принять универсиаду. Столько дел, что здесь нужно максимально концентрироваться на содержательных проблемах, а не обсуждать какие-то там психологические, личностные отношения. И уж тем более не допускать проявления каких-то амбиций. Вторая позиция, почему тоже я не считаю это кризисом и чем-то, не знаю, я так совпало, я даже не подозреваю, что такая вот ситуация может возникнуть. Я не так давно, не знаю, ну может быть месяц, может быть чуть больше месяца назад я был на встрече с депутатами городского совета. Я три часа, по-моему, вот общался с депутатами, обсудили самые разные вопросы. Каждый депутат задавал мне какие-то вопросы, они были все содержательные, имеющие управленческие последствия. В этом разговоре принимал участие и председатель горсовета, и глава города. И чувствовал единое стремление депутатского корпуса к развитию Красноярска, к решению самых сложных задач. Я даже вот не мог выделить из этого разговора, хотя он был продолжительный, кто в какой фракции, кто за кого или кто там с кем дружит, кто против кого дружит. Это была такая единая, в общем-то, позиция. Да, были разные вопросы, но они были все исключительно с позиции интересов города, интересов избирателей, которых депутаты представляют. Поэтому тоже сказать, что горсовет не работал или как-то что-то было там парализовано, но это было бы совершенно неправильно, необъективно. Поэтому тоже вот почему не могу назвать это кризисом.